И сегодня как раз речь пойдет о том, что вот в этом переводе, который я вот структурно так вот попытался структурировать, я послал вам, я надеюсь, что все получили в Телеграме, речь также идет о том, почему следует совершать поклонение Иштадейвата, избранным божествам или избранному божеству, или любимому богу или божеству, как угодно можно по-всякому интерпретировать. Вот у нас строфа, вернее, не строфа, это комментарий к строфе 8 по нашей Сундараканди 5, главе 1, 5.1.8, так следует указывать, что называется, адрес давать, условно говоря, адрес той или иной строфы, хотя я помню, что вот у немцев, у немецких учителей в основном там какие-то вот самые крупные разделения, как, например, наканды или парваны в Магабарате, обычно, по-моему, принято давать римскими цифрами, но я считаю, я как-то вот несколько лет назад так взял за обыкновение, просто обычными нашими цифрами, не будем их называть арабскими, они все-таки не арабские, как бы сказать, да, европейские, происхождение свое ведущее от арабского письма, от арабских цифр, но не арабские, в общем, нашими цифрами просто 5, 1, 8, да, слева, то есть по убывающей 5, это Канда, да, далее Сарга и Шлока. Да, это такие вот мелочи формальности, но они, ну, мелочи имеют свое значение, да. «Facts and definitions matter», как говорит Джордан Петерсон. Хорошо, вот давайте рассмотрим еще раз, тут те вот несколько, тут кусочек комментария, собственно, комментарий к восьмой строфе, который мы уже рассматривали, перевод был дан, но я попытался это структурировать для большей наглядности, вот давайте посмотрим, сможете ли вы с этим, да, принять вот в такой форме, да, просто прочитаем. Там, конечно, в оригинале «Картавье эти» я так вот разбил для, например, «Картавья эти» просто для ясности, собственно, издавать могут издатели это все по-разному, что я еще здесь делал для ясности, может быть, так вот условно взял значочек равно, потому что «своям буве» означает то же самое, этот парафраз «пованая», да, дальше. Здесь, конечно, можно было еще, затем точку с запятой оставил, «пуя те и нас вачняны», здесь можно было теоретически поставить после «юги в риндам» запятую, чтобы показать, что это коррелативное предложение, ну, можно и не ступить. То есть здесь, конечно, перед нами полная свобода в том, что касается использования вспомогательных значков из, скажем, нашей пунктуационной традиции. Я на самом деле в письменном виде не видел, чтобы в какой-либо эндологической книге эта простая мысль высказывала, что на самом деле их там не было, я использую то-то, то-то, потому что я так не припомню, чтобы кто-то объяснял. Нам это устная традиция. Я к чему, что я бы вот эту вещь отразил бы в виде некого, двух предложений, но я бы ее зафиксировал именно как сноска, то есть все равно все это рано или поздно в том или ином виде будет издано, чтобы потом не задавали вопросы, почему, в общем, закрыть этот вопрос. Вот, потому что… Да, да, и значит, об использовании вспомогательной европейской пунктуации, да. Об использовании… Потому что, например, вот у Хертеля в издании Хитападеши у него есть ардха данда, но ее не часто встретишь, то есть он оговаривает… В смысле, ардха, ардха, не ардха? Да, 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 ардха данда. Ардха, полуданда. Да, да, да. Дело в том, что реально в рукописях, в индийских, их данд довольно много разных типов. То есть есть, ну, нам в основном знакома вот простая данда и двойная, но есть еще ардха данда, есть полуторная данда, то есть вот полная и плюс половинки, вот мне такие встречались. Такие не видел, но интересно. В рукописях Няя Бхаши и, возможно, Чарка Самбиты, которым я много лет назад занимался для проекта. Да, то есть разные. Полтора что означает? Ну, что-то типа точки с запятой, но, конечно, это нельзя один к одному. Скажем так, вот я использую, лично использую в качестве точки, полной точки, вот законченная мысль двойную данду. А что-то типа запятой или то, что мы тире ставим, или точку с запятой, я использую просто данду. Но это когда я пишу. На самом деле данды, они, это вот не нечто такое догматическое, и, конечно, они не являются, и вот меня вот так вот достаточно долго этому в течение многих лет учили, что иногда просто вот forget it, забыть об этих дандах, как их издали, потому что их издают очень по-разному. Иногда издатель их издает, поскольку вот именно такие данды расставлены вот в той основной рукописи, если он, допустим, делает это критическое издание, вот которое он берет за основу. Либо, допустим, текст, ну, не критическое издание, так называемое дипломатическое издание, как, например, это вот издание текста по одной единственной рукописи, как в случае, например, комментария Панчарта Бхаши на Пашу Патасутру. Вот она была в 40-е годы, 1940-е годы, разумеется, издана только на основе одной единственной рукописи. И она там немного проблем, ну, вот она, и она не могла быть, это не могло быть критическим изданием. Да, поэтому называется это дипломатическое издание. Ну, и издатель часто вот просто пользуется теми, допустим, знаками, условно говоря, знаками припинания, данными, которые он... В общем, я бы говорил в частности то, как Эдгар Зиклиджич использует, значит, вот в своих, скажем так, в своем творчестве вот данду, двойную данду. Вот эти вещи надо прописывать, я считаю. То есть пусть оно именно здесь сейчас будет не нужно, мы эту мысль оставим насчет европейских протонационных знаков здесь, а в другом месте мы... Да, да. Пособие по синтаксису в готовящемся постепенно пособие по синтаксису это можно использовать, но надо понимать, что всеусловность этого. Потом бывают такие очень любопытные, такие иногда даже забавные комбинации данд, вот индийских знаков данд и спаренных вот с европейскими знаками, там какие-нибудь тире, допустим, двоеточие, еще что-нибудь, точки, запятые, да, данды и запятые. Вот такое тоже бывает. Например, Анан Талатакку так издает свою неаи чатру гранты, трактаты, четыре классических трактата про чьи. В общем, просим, просим. Да, вот во всяком случае, вот использование пунктуации, в принципе, каждый может вот для себя решить, как он, она, да, как вы будете использовать те или иные значки. И вот, допустим, если вы что-то вот пишете, какую-то работу оформляете в письменном виде, просто следует, наверное, где-то сделать сносочку и говорить, вот сказать, я использую так-то и так-то, и все, дальше уже использовать со спокойной совестью. Я не знаю, насчет этого значка равно, значок равно только чисто для того, чтобы передать, что это парафраз. Своямбхуэ, то есть пованай. Это так вот чисто для наглядности. Да, ну и так далее. Да, и что я еще здесь делал? Вот тоже такая условная запись. Опять же, чисто с учебными, с целями учебными или с целями наглядности. Какой-то композит, состоящий из нескольких элементов, да, я его разбил на, ну, соединив дефисами. Сакала, викна, неварана. И дальше. Ишта, девата, пратхана, пуру. Да, раз, два, три, четыре. Четыре элемента. Ну и так далее, да. Иногда для простоты можно разъять, это прошлиштосанды, картавьети. Ну, наверное, нас всех в основном учили так, что вот прошлиштосанды, в принципе, нельзя разбивать. И так нас действительно учили, но практика показывает, что вот в индийских изданиях, в комментариях очень часто для ясности пишутся. Допустим, можно записать картавья, иди. Начинающие могут там, будучи зелотами, вот этой вот гиперправильности набросить. А, здесь ошибка, в санди здесь должно быть картавьети. Но на самом деле нет. На самом деле санди в индейском, санди они обязательно только внутри слов. А в предложении саби вакшам, а пекшатэ, зависит от намерения пишущего, говорящего. Хорошо. И вот такой вот пример. Мы берем из предыдущего предложения, и то, что мы добавляем, вот это, конечно, следует в таких, ну, это используется в так называемых научных переводах. Но научный перевод, с моей точки зрения, это вот некий гибрид моего дословного вспомогательного перевода и просто перевода. Я считаю, что вот если мы что-то добавили в таком вот дословном вспомогательном переводе, а все это есть не что иное, как дословный вспомогательный перевод, кто-то, может быть, назовет это подстрочником, я предпочитаю называть это дословным и еще и вспомогательным переводом, указывая на то, что это не окончательный перевод, он такой вот дословный, но он не подстрочник, потому что мы не под строчками пишем, мы просто делаем такой перевод, который можно было бы понять, чтобы можно было понять, возможно, более точную конструкцию высказывания, предложения, словосочетания и так далее. Вот Хануман совершил поклон, это мы знаем из предыдущего предложения, потому что то, что нам известно и то, что по смыслу следует добавить, чтобы, вернее, здесь в данном случае не из предыдущего предложения, а из страфы, поскольку у нас комментарии, мы добавляем квадратных примеров, квадратных скобок. Вообще, конечно, у нас в Вене были две школы противоположные, это как у Стивенсона тупоконечники и остроконечники, непримиримые друг к другу, одни говорят, что яйца надо забивать обязательно с острого конца, другие, что с тупого конца, и вот эти две наши школы, одну можно условно, но это скорее до начала 2000-х, до конца 90-х, когда была еще старая команда вся в полном сборе, значит, что одни говорят, что надо синтаксистически...